Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодняшнее видео будет, ну, такой некой болталкой об отношении близких, не знаю, окружающих, друзей, знакомых, родственников к моему похудению, а также хочу затронуть тему застолья. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Я уже как-то в одном из своих видео упоминала о том, что, когда я начала полнеть, мне многие люди при любом удобном случае пытались как-то напомнить об этом, что ли, не знаю, предложить какие-то диеты и так далее. То есть мне очень часто говорили о том, что, Наташа, ты так располнила, такой ужас, это ужасно, и всё в этом духе. А также очень многие мне говорили о том, что, когда я забеременею, я превращусь просто в необъятную какую-то женщину, которая будет просто какой-то кошмар, и беременность – это некий такой кошмарный этап в жизни женщины, которая из, там, я не знаю, 50-килограммовой девочки превращает её в 150-килограммовую женщину. Вот так вот ужасно на это реагировали мои какие-то знакомые и так далее, на работе, коллеги по работе в том числе. Но когда я после рождения первого ребёнка начала худеть, и когда это стало уже очень сильно заметно, я столкнулась с некой такой странной, наверное, реакцией окружения к тому, что я начала худеть, и это стало очень заметно. Некоторые делали вид, что они этого не замечают, а некоторые всё равно находили во мне какие-то жировые складки, я бы так сказала, какие-то висящие бока, живот и так далее, и говорили мне об этом. Некоторые спрашивали на диете я там или ещё что-то такое, и когда я говорила, что я просто начинаю меньше есть, мне предписывали сразу какие-то болезни. То есть глисты, рак, я не знаю, заболевания печени, почек, что я только на самом деле была не наслышана о своём здоровье, и многие говорили, что если я буду продолжать в том же духе, то не за горами белые тапочки, что называется. Конечно, это, ну, мягко говоря, немного расстраивает, и мягко говоря, ты начинаешь думать о том, что вот была полненькой, все мне говорили, что это ужасно. Начинаю худеть, мне все тоже говорят, что это ужасно. Ну, не все, конечно, были люди, которые меня поддерживали, были люди, которые говорили, Наташа, ты молодец, но большая часть людей, конечно, очень так, я бы сказала, негативно к этому относилась. Но, как я уже говорила, если есть мечта, и вы идёте к своей мечте, то, в принципе, вам должно быть реально всё равно на то, что говорят другие. Не слушайте, не оборачивайтесь на них, но это неприятно, я могу точно сказать. И отдельно хочу поговорить о застолье, потому что на моём пути похудения бывали какие-то застолья, а они всё равно бывали. Будь то Новый год, дни рождения, праздники, ну, в любом случае от этого никуда не деться. И на этих застольях зачастую мои какие-то знакомые, родственники, причём большую часть этих женщин уже за 50 лет, которые тоже имеют лишний вес, это просто начиналось разбор меня по, я не знаю, промывание при мне же всех моих косточек, вообще разбор всего моего питания и всего остального. Ну, и давайте я немножко расскажу поподробнее по поводу застолья. Вот когда было застолье, я приходила, я знала, что если я сейчас приду с порога, скажу, я на диете, я ничего не ем, ничего мне не накладывайте, то это будет просто жесть. Начну сразу же говорить, что так нельзя, ты там, я не знаю, посадишь себе печень, почки, опять эти разговоры про глисты, это вообще вот эта вот тема паразитов, это вообще отдельная тема, которая меня постоянно убивала. И ты будешь, я могла доказывать, что я там, я не знаю, проверялась и так далее и тому подобное. Мне говорили, нет, Наташа, у тебя они все равно есть. Я вот прям по глазам твоим вижу, что они у тебя есть. Ну, это я, конечно, утрирую, но все же. И я тогда просто делала как? Я приходила, вот был накрыт стол, обычно там всякие салаты, да, явства всякие. Я брала свою тарелку и накладывала все то, что я хотела попробовать, буквально по одной-две ложки, ну, если брать столовую ложку. Я, можно сказать, на большой тарелке, если тарелка была большая, размазывала все вот так вот по краям, я не знаю, чтобы визуально казалось, что у меня очень много всего. Но при этом из того, что у меня было, я старалась съесть больше овощей. Я постоянно себе докладывала, то есть я брала одну-две помидорку, там докладывала, потом себе еще что-то, чтобы окружающие реально видели, что я ем. Сейчас, конечно, я уже так не делаю. В своем этапе похудения я делала именно так, потому что вот эти разговоры еще вместе с алкоголем, это просто было вообще нечто. Это реально может довести до слез и вообще до мысли о том, что ну зачем мне все это нужно, нужно все это бросить, и вообще все, жизнь не удалась, я не знаю. Но вот реально такой вот был такой осадок, очень-очень негативный, скажем так. И, в общем, я все это размазывала вот так по тарелке. Я по-другому даже сказать не могу, как рыб, потому что действительно размазывала. Я старалась брать салаты, ну, такие менее калорийные, но этого все равно не избежать. В особенности я всегда старалась попробовать салат, который предлагает хозяйка этого застолья. То есть обычно, ну, обычно так всегда происходит, да, вот типа попробуйте, я там приготовила новый какой-то салат и так далее. Я всегда брала этот салат, который мне предлагала хозяйка застолья. Я его всегда пробовала. Но при этом основная часть еды – это было что-то мясное, не колбасы, не нарезки там всякие и так далее, а что-то мясное и овощи, овощи по максимуму. Хочу сразу сказать по поводу алкоголя. Очень многие меня спрашивают, мое отношение к алкоголю вообще, употребляю я его или нет. Я могу сказать, что да. Но я не употребляю крепкие алкогольные напитки, потому что они просто для меня невкусные. Такие как коньяк, я не знаю, виски, водка и все вот тому подобное я не употребляю. У меня иногда бывает, там, позволяет себе муж, хоть он пьет и хороший коньяк, виски, но вот одного даже вот этого аромата, ну, я просто не могу. Не то, чтобы там проглотить такое. Но при этом, если такой алкоголь содержится в каких-то вкусных коктейлях сладеньких, то я, да, могу себе позволить. То есть, в основном я пью вино, шампанское, могу иногда пиво, ну, вот такие легкие, как бы, алкогольные напитки. И я стараюсь выпить не больше двух бокалов. Только не таких, которые, знаете, в ресторане наливают. То есть, такой огромный бокал, и там чуть-чуть на донышке налито. Нет, обычный стандартный бокал не более двух штук. Почему не более двух штук? Потому что больше двух бокалов вина у меня начинается какое-то неконтролируемое поедание пищи. Поэтому, зная свою такую особенность, я стараюсь не употреблять. То есть, я могу позволить себе больше двух бокалов, если, допустим, мы там с подружками идем в кафешку, и, ну, там заказали что-то чуть-чуть поесть, не плотненько, а чуть-чуть, да, и я знаю, что вот я могу себя как бы проконтролировать тем, что я просто не закажу, тогда, да, я могу позволить чуть больше. Но на таких больших застоликах, где много еды, всегда два бокала, не более того. Соответственно, я все это ем. То есть, вот пока все сидят за столом, я все это медленно кушаю, да. И еще, как я ем, да, я беру вилку, отрезаю там, допустим, даже если это мясо, то вот прямо малюсенький кусочек, я даже дома себе такими кусочками не нарезаю, но вот прямо малюсенький-малюсенький. Кладу его в рот, вилку кладу обратно и медленно жую. Чтобы, во-первых, может быть, это потому, что, чтобы окружающие видели, что я ем. Потому что если кто-то, увидев меня похудевшую, увидит, что я не ем, это начнется просто. И начинаю медленно жевать. Это еще помогает мне меньше съесть. Потому что вот это медленное разжевывание, медленное там перебирание вилкой там в тарелке ковыряния и так далее, и тому подобное, я стараюсь вот как бы увеличить время, да, которое я нахожусь за столом, но при этом, чтобы в итоге съела совсем чуть-чуть. То есть на застольях я не употребляю ни хлеб, ни булки, ничего такого. Если после, скажем так, всяких мясных, горячих и салатных продуктов будет сладкое, я от него обычно отказываюсь, объясняя хозяйке тем, что я так наелась, что мне уже просто не влезает. Мне уже тяжело идти, и если я съем хотя бы кусочек тортика, то меня просто вот стошнит. По-другому не скажешь. И, кстати, очень многие мне, зная такую мою особенность, они мне просто дают дому кусок тортика. Поэтому вот как-то так происходит. На таких застольях, кстати, очень часто люди уже после двух бокалов вина начинают обсуждать мое похудение. Это очень часто происходит. И люди начинают приписывать мне мою худобу к каким-то страшным заболеваниям. И очень удивляются, что я вообще до сих пор хожу по этой земле, и со мной ничего такого супер страшного не случилось. И даже если я говорю, что я недавно там заболела, допустим, простудилась, все это всегда связывают с едой. Говорят, что это потому что я мало ем, потому что еще что-то. И, в общем, очень часто начинается вот прямо вот за столом, то есть я сижу, и люди начинают вот просто промывать мне все кости, честное слово. Это на самом деле неприятно, и я, во-первых, для себя приняла решение, что я не хочу посещать такие компании, где это происходит. То есть не хочу общаться с людьми, которые вот настолько могут себе позволять, ну как бы, да, вот как-то... потому что осадок остается все-таки достаточно негативный, и я стараюсь просто не ходить на такие мероприятия. В основном это какие-то родственники. Но если все-таки такое происходит, если приезжают какие-то к нам гости домой, и вот происходят, начинаются такие вот обсуждения, я просто встаю за стола и ухожу. И говорю, что могу даже сказать, что я вот такая, какая я есть, и я похудела, я собой горжусь, всем вам остальное желаю, встаю и ухожу. Потому что я считаю, что это неприемлемо при человеке вот так вот себя обсуждать. Но все люди разные, и многие считают, что ну вот позволительно в таком ключе обсуждать. Некоторые обсуждают это тоже достаточно, ну в таком позитивном, скажем так, ключе, но все равно это на самом деле не очень приятно. Также я сталкивалась с такими, и до сих пор сталкиваюсь с такими вещами, когда какие-то люди, которые видели меня до моего похудения, видят меня теперь, реакция такая очень интересная. Некоторые люди просто стараются не замечать этого, ну того, что я похудела. А некоторые люди начинают перекидываться на моего мужа. Что я имею в виду? Начинают говорить что-то из серии, ну не обязательно мне, это может быть моей маме или ну кому-то из моих знакомых, что якобы я похудела для того, чтобы держать своего мужа, якобы я похудела, потому что там мой муж гуляет направо и налево, чуть ли не до того, что они знают, с кем он там гуляет направо и налево, хотя живут в другом конце города. Ну в общем, именно поэтому я, значит, решила похудеть и, значит, вот худобизной мужчину не удержать. Даже вот коллеги по работе, которые, ну скажем так, мягко говоря, предвещали мне ужаснейшую полноту после рождения ребенка, когда увидели меня вот такую, какая я сейчас, многие сделали вид, что я всегда была такой, а другие, да, тоже вот стали, что, да, от тебя и муж тоже похудел, ну, наверное, да, конечно, вот вас всех прокормить, это же тяжело, наверное, работает от зари до зари. Ну, в общем, какие-то такие моменты. На самом деле, я по пальцам одной руки могу сосчитать людей, которые действительно мне сказали, что, Наташа, ты молодец, молодец, что взяла себя в руки и начала худеть. Ты реально молодец. Таких людей можно сосчитать по пальцам. В основном, это, конечно же, негативные, негативные отзывы. Это, кстати, некоторые люди, например, вот тут одна знакомая, моей маме, буквально недавно говорила о том, что твоя дочь куда, потому что у нее наследственность такая. На что моя мама говорила, что, ну, ты знаешь, у нас женщины в семье все полненькие. Да нет, это она в твоего прадеда пошла. Ты что, не помнишь? Он же худой был. Ну, то есть, на самом деле смешно, но вот как бы, да, вот такая вот история. Почему-то там лет семь назад, даже, может быть, восемь, когда я была полненькая, у меня не было наследственности, а тут она вдруг появилась. В общем, вот такая вот у меня складывалась история с моим похудением. Я могу сказать, что вывод один. Успех у человека радуется мало кто. Я хочу, чтобы просто вы это знали и не думали о том, что вас сразу начнут хвалить, говорить, что, ой, ты такая молодец, и так далее. Таких людей будет очень мало. В основном будут какие-то негативные. Я не знаю, ко мне, вот как я уже сказала, приставали с этими глистами. Это было просто какое-то, ну, это было вообще, вот просто до смешного доходило. Я сейчас, например, не обращаю на это вообще никакого внимания. Сейчас даже, может быть, люди уже привыкли ко мне, но все меня пытаются накормить. Даже моя мама, она не нравится что-то в меня запихнуть, говоря, что я и так тощая. То есть, кстати, да, вот слово молодец, ты так похудела, я слышала мало у кого. Обычно, о боже, ты такая тощая. Тощая. То есть, как бы вот слово тощая для меня, как слово больная, да, то есть, не похвала, а наоборот, некое такое небольшое принижение, что тоже, конечно же, не очень приятно. Вот. И я вот вернусь к маме своей, как вы поняли, я уже, ну, я не обедаю, и мою маму это очень сильно беспокоит, особенно беспокоит тот факт, что я не ем молочные продукты, потому что я их не люблю. И мама мне все время, Таша, иди поешь, Наташа, я тебе налила, иди поешь, ты посмотри, какие у тебя худые ноги, ну-ка быстро сядь за стол, поешь. Вот. Я говорю, что ноги, да, худые, но вот живот-то толстый, вот когда живот похудеет, вот тогда я и поем обязательно. Ну, то есть, я уже, наверное, привыкла к такому, и я стараюсь где-то уходить, где-то просто посмеиваюсь, то есть, я просто не обращаю на это внимания, чего и вам советую. Я вам уже говорила, если у вас будет мечта, и вы будете идти к этой мечтой, то вам реально должно быть все равно на то, что про вас говорят, как про вас говорят. Вы знаете, вот сами себе внутри говорите, что вам завидуют. Это действительно так, потому что зачастую вот эти все разговоры ведут женщины-девушки, которые сами имеют лишний вес. Они тем самым оправдывают свою полноту за счет вас. То есть, чтобы вдруг кто-то, там, я не знаю, тот же их муж, там, или кто-то из знакомых не увидел, что оказывается, это можно похудеть. И даже вот это осознание у себя в голове, что оказывается можно похудеть, для них это становится, мне кажется, достаточно страшным осознанием. Именно поэтому они даже больше для себя оправдывают то, что вы начали худеть. Поэтому просто не обращаем внимания, просто живем так, как жили дальше. Не нужно избегать каких-то посиделок, каких-то, не знаю, как-то позволять себе расслабляться и так далее. Просто всегда контролируйте пищу. Я говорю, я на застолье всегда ем все, что мне хочется на столе, но в маленьких количествах. Максимум две ложки майонезного салата. Максимум. И то зачастую я оставляю что-то недоеденным. И говорю, боже, я очень сильно объелась, даже если я не объелась. И также хочу сказать по поводу мужа. Я на самом деле, когда уже стало заметно, что я похудела, я думала, мой муж меня как-то, знаете, не знаю, похвалит, как-то заценит и так далее. Ну, он говорил, так смотрел на меня, ну да, что-то там чуть-чуть похудела, ну да, ну вроде бы да. И в принципе, от него я не видела, знаете, какой-то похвалы, наверное, да, в свой адрес, который бы хотелось иметь. Но буквально тоже вот совсем недавно, может быть, в прошлом месяце, мой муж перезагружал там компьютер, в общем, переустанавливал что-то, и залез в папку с фотографиями, нашел фотографию после рождения моего второго сыночка. И я как раз была в комнате рядом, и он очень долго смотрел на эту фотографию, потом на меня, потом опять на эту фотографию, он ее даже увеличил, и сказал, Наташа, ну ничего себе, ты у меня так похудела. Я уже год такая, да, то есть, ну, могу сказать вам одно, худейте не ради кого-то, худейте не ради мужа, детей, родственников, или еще кого-то. Худейте ради себя. Если вы сами, внутри себя, себе скажете, что вы хотите быть другой, вот тогда начинайте худеть. Я надеюсь, вам понравилось такого рода видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, если у вас остались ко мне еще какие-то вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях, я отвечу всем. Всех люблю, целую, и до новых встреч!